Баклажаны готовлю только так. Муж съел за 5 минут, дети просят добавку, теща меня любит. Шикарное название для такого простейшего рецепта. Сразу для самых любопытных отвечу, муж это я, все остальные в своих же ролях. Баклажаны, грибы и растительный фарш на кухне. Начинаем это представление. Из всех ингредиентов мы пока берем только баклажан. Для того, чтобы они были мягкими и их можно было удобно фаршировать, мы их вот так постучим. И аккуратно покатаем скалочкой. Осторожно, чтобы не размять, не повредить кожицу. И баклажан становится мягким внутри после такого. Он готов к тому, чтобы его разрезать и положить внутри начинку. Для первой начинки используем репчатый лук в обжаренном виде. Сейчас я его нарежу на кубики и будем обжаривать вместе с грибами. Грибы я использую вешенки. Можно использовать шампиньоны или другие любые лесные, если вам нравится. Грибы готовим сразу в соусе, поэтому добавляю сюда приправу хмели-сунели. На мой вкус это будет отлично. Нужна соль. Одна столовая ложка с горкой муки для загущения соуса. Перемешиваем. И растительное молоко, которое не молоко. Любой на ваш вкус. Начинка с грибами готова. Ее выключаем. Не нужно долго кипятить. Приступаем ко второй начинке из растительного фарша. Сюда я просто добавлю немного лука. И немного соли. Все это перемешиваем. Разумеется, такая пачка не на 2, не на 4 баклажана. А на 6, на 8, а то и больше. Просто я за кадром приготовлю больше, а покажу вам 4. Баклажаны готовы. Мягкие. Еще раз прокатываюсь. Дальше ножом делаем продольный надрез. Не насквозь, но как бы туда. Фарш Митлэс, он сочный. Там в нем кокосовое масло содержится. И вот оно растает. Напитает баклажан. И он, по мне, лучше так приготовится. Подзажается. Та-дам! Еще один с фаршем отправляю сюда на противень, на котором он будет запекаться. Эти два фаршируются грибами. Почему не обязательно дорезать вот там до конца, потому что он так хорошо потом руками дорывается. Все, открываем. И сюда грибочки с соусом. Если хотите, можно сверху еще где-нибудь соусом полить. Уже под конец, когда они будут более-менее готовы, под запеченные, сверху еще соусец. Полить или веганский сырок, который плавится, тоже будет очень даже хорошо. При температуре 180-200 градусов будут запекаться они 35-45 минут. И после этого времени попробуем, что из этого получилось. Вот это красота с грибами у нас. А это с фаршем. Очень мягкие баклажанчики пропеклись. Когда пеклись, сок здесь бурлёт. Ну, в общем, красотей. На мой взгляд, еще не до завершенной. Можно улучшить. Возьмем веганскую сметану. И вот так вот сверху. Сверху укропцу. Укропец. Обязательно. И вот это уже другое дело. Теперь все это должно быть настолько нежное и пропеченное, что вот так вот просто вилочкой раз. Здесь баклажан у нас сразу с грибочками и сметаночкой. Ну, какая красота. Здесь мясо запеклось чуть получше. Я имею в виду, оно прям поджарилось сверху. Кто любит такое, тем очень понравится. И сочный баклажан внутри. Ну, прям кайф. Что это? Что это? Бесподобно. Как и обещал, простой, быстрый, очень вкусный рецепт. Я надеюсь, что вам понравился. Не забудьте поставить лайк, поддержать комментарии, поделиться этим видео с друзьями. Это был Михаил Веган. Всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok